Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет. Сегодня в выпуске. Вежливый водитель, безопасная дорога. Можно ли перевоспитать автомобилиста? Бурлаки среди нас. Как в год 170-летия Репина современные художники интерпретируют классику? И азартные игры с русским языком, что приводит взрослых людей на диктант. Огромное количество машин, пробки, нервы. В такой обстановке легко сорваться, особенно, когда в ответ на улыбку получаешь порцию хамства. Пожалуй, на современной дороге вежливость перестает быть просто нормой этики и уже становится нормой безопасности. Во время движения российский автомобилист 60-70% времени проводит в состоянии стресса. И дело не только в пробках и плохих дорогах. Проблема в самих людях. Можно быть трижды законопослушным и осторожным, но от встречи с дорожным хамом это не оградит. Пешеход, внезапно выскочивший из автобуса, или резкий лихач, без поворотников, виляющий из ряда в ряд. Их поведение не просто безрассудство. Потенциальное преступление. 8 сентября, в Международный день грамотности, Самарская областная госавтоинспекция решила напомнить автомобилистам об уважении, без которого обычная городская дорога в любой момент может стать дорогой смерти. Акция «Вежливый водитель» — это в первую очередь разговор о безопасности. И здесь у многих автомобилистов, что называется, наболело. У нас когда учили, я по старому помню, мы занимали правую полосу, ехали медленно, ну я не знаю, там 40-50 км. Сейчас же новички наши, они право занимают лево-среднюю полосу. Не поймешь и не предугадаешь, что они совершат в следующий момент. Люди думают, что каждый он лучше других. То есть любой человек, он дорогой, даже будь-то пешеход, он не думает, а с вами идет по зебре, оденет наушники, я иду, я прав. Так же и водители тоже. Гоняют, хотя пробок-то нету, и лезут куда-то непонятно. То есть насчет вежливости в Самаре очень тяжело. Типичная ситуация — заторы на перекрестках в часы пик. Не так уж трудно понять, что создают их сами автомобилисты, выезжая на забитый участок и перегораживая путь остальным. В итоге непроходимые пробки, лавина взаимных оскорблений и взвинченные водители на дороге. А между тем доказано, там, где есть культура вождения и взаимное уважение, количество ДТП снижается в разы. Достижим ли это у нас? Скорее да, чем нет. Хотя, конечно, такие воспитательно-профилактические акции, как вежливый водитель, действуют далеко не на всех. Взывать к добрым чувствам принципиальных хамов — гиблое дело. Здесь нужны другие методы. Скажем, видеофиксация, причем не только приборами ГИБДД, но и камерами всех участников дорожного движения. По большому счету, дорога уже сегодня находится под постоянным видеонаблюдением. Гражданская активность водителей растет, и у дорожных хулиганов с каждым годом все меньше шансов остаться безнаказанными. Как в этом случае, произошедшем полгода назад на южном шоссе в Самаре. Водитель следовал с превышением скорости в светлое время суток по южно-обладной дороге в городском округе Самары. Переди него ехала девушка-завичок. Водитель, в общем-то, всеми силами, всеми способами давал понять девушке, чтобы она уступила ему дорогу. В результате он ее обогнал, подрезал и практически спровоцировал ДТП. Машина пошла в занос, и только чудом удалось избежать даже транспортного происшествия. Естественно, водитель, который эту ситуацию спровоцировал, не остановился и продолжил свое движение дальше. Но благодаря действиям граждан, которые ехали за этим водительным нарушителем, данная информация попала в руки госавтоинспекции. Водитель был установлен и привлечен к административной ответственности. Сегодня в Госдуме активно обсуждается перспектива введения штрафов за агрессивное вождение. И хотя хамство достаточно трудно доказывать и квалифицировать, от этой идеи никто не отказывается. Вопрос в стадии проработки. Кстати, в Америке грубость на дороге карается лишением свободы. У нас же пока речь идет только о штрафах. Если эта инициатива будет одобрена, если действительно будут внесены изменения в ПДД, в общем-то, это будет достаточно, наверное, большим подспорьем к уменьшению хамского поведения на дорогах. Ну а пока эта инициатива рассматривается, ГИБДД призывает не поддаваться на провокации хамов, всегда сохранять спокойствие и помнить правила 3D. Дай дорогу дураку, так безопаснее. Ну а если говорить уже о современных трендах, то буквально в последний год тотальное хамство на дороге постепенно начало сдавать позиции. Об этом свидетельствует и статистика ГИБДД, и наблюдение самарских водителей. Похожие переломные моменты в свое время переживали все цивилизованные страны. Я вообще удивлена, я за рулем менее года, и я думала, что будет все намного хуже. Ну, ожидала того, что как-то будет по отношению к новичкам, может быть, подрезать, опять-таки хамить, если где-то в каких-то ситуациях буду медленно принимать решение. Но нет, все нормально. Я сама не из Самары, вот, и я сама родилась, выросла в Тольятти, водить начала там. То есть, вроде казалось бы, соседние города, но разница колоссальная. Да. В Тольятти очень много, знаете, такого, ну, говоря простым языком, гоп-стиля. Вождение, когда все друг друга подрезают, сигналят, хамят. Вот эта огромная гремящая музыка в открытых окнах. Вот здесь такого меньше, здесь все-таки как-то движется к цивилизации. В последнее время, даже учитывая возрастающий поток автомобилей, возрастающее количество пробок на дороге, все равно хотелось бы отметить сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Это, в общем-то, конечно, связано и с воспитательным моментом самих водителей, через средства массовой информации, и с ужесточением административных санкций к водителям-нарушителям, и дополнительное увеличение количества приборов фиксации нарушения право-дорожного движения в автоматическом режиме. Уступить дорогу пешеходу, пропустить соседний автомобиль, просигналить фарами «Спасибо» – это же совсем нетрудно относиться к другим участникам дорожного движения как к людям, а не как к баранам и курицам. Ну, а хорошее отношение, оно, как правило, имеет обыкновение возвращаться в ответ. Доказано на практике. Если его отреставрировать, наполнить жизнью и смыслом, то здание фабрики-кухни в виде серпа и молота вполне может стать для Самары чем-то вроде Эфильовой башни для Парижа – символом, притягательным туристическим объектом. И хотя к реставрационным работам там еще даже не приступили, жизнь на фабрику постепенно возвращается. После того, как расчистили двор и вывезли отсюда тонны мусора, здание фабрики-кухни стало возможно осмотреть со всех сторон. И уже не только с высоты птичьего полета, но и с земли понять новаторство архитектурно-инженерной мысли 30-х годов прошлого века. Впрочем, пока это пусть живописные, но все-таки руины. А реставрация известно только, что завершится она не раньше 1917 года, после чего здесь будет открыт Центр современного искусства. Но столько ждать терпения не хватит. У художников уже сейчас масса проектов. Поэтому в минувшие выходные здесь открылся летний выставочный павильон. Павильон это, конечно, слишком сильно сказано. Внешне скорее сарай, ангар. Зато внутри все подчинено теме первой выставки – бурлаки между Европой и Азией. Вот видите, песок здесь, пол специально сделан, специальная среда. По ней немного трудно ходить. Нужно пробираться к работам каждой. Это здорово. Сразу, знаете, такой дух, приближенный к природе. В год 170-летия Ильи Репина, писавшего, как известно, своих бурлаков у нас в селе Ширяево, современные художники из России, Европы и Казахстана попытались переосмыслить всем известное полотно и совместить его с нашим временем. Я очень и очень люблю картины Репина. А такая интерпретация, как здесь, необычная, интересная. Не так уж и много у нас разнообразия среди повседневного однообразия. Это уже как бы яркое, светлое пятно вот это мероприятие. Нам понравилось. Ну, я смотрю на картину, вот там, что-то белое, а песок должен быть другого цвета. Не, что-то, не узнал я эту картину. С середины июля за Волгой была развернута творческая лаборатория, где молодые скульпторы, живописцы, граффитчики и кинодокументалисты работали на пленэре, пытаясь найти связь между нынешним Ширяево и тем, что когда-то увидел Репин. Теперь с результатами их поисков можно познакомиться на фабрике кухни. Что сегодня подлинного в Ширяево? Вот мы решили, что самое подлинное, что там есть, это сами жители. Это потомки вот этих барлаков. Вот, собственно, вот их чувства, их переживания, их самоощущение явилось предметом нашего исследования. Мы пытались поговорить о барлаках, а все говорят о своей жизни. К чему мы пришли в результате этого проекта? К тому, что наш проект не о Репине, он о нас с вами. Что-то от визита Репина все еще хранится в памяти ширяевцев и передается из поколения в поколение. Как, например, песня, сложенная самими сельчанами после того, как они чуть не побили художника за его желание сделать рисунки местных ребятишек. Аутентичную песню, кстати, можно услышать на выставке. Но это крохи воспоминаний. Во многом современные потомки барлаков утратили связь времен. И о жизни своих прапрапрадедов могут рассказать чуть ли не меньше, чем Википедия. Инсталляция Марины Фоменко «Беляна» как раз о забытом. В 19 веке ходили по Волге огромные размером с морской корабль лесосплавные барки «Беляны». Каждая делала за свою жизнь всего один единственный рейс и была при этом произведением народного творчества. Не просто навалили бревна друг на друга, а строили какой-то корабль, какой-то образ. И верх красили обязательно какой-то золотой краской, вот как вы здесь видите. Но они считали важным делать красивую резьбу или золотить, чтобы она шла такая белая и сверкающая. Это была уникальная вещь, которая собиралась наверху Волги, сплавлялась вниз и распродавалась целиком. Но кто сейчас об этом помнит? Разве что Волжская вода. Поймать ее в сети и законсервировать фрагменты памяти – отличная идея для художественной инсталляции. Протягивая ниточку от классического искусства к современности, от истории к нашим дням, художники ставят перед посетителями главный вопрос выставки – а есть ли барлаки среди нас и кто они? У каждого свой ответ. Кто может быть барлаками в нашем мире? Я думаю, что среди простых людей очень много похожих на тех барлаков. Хотя они сейчас живут в другом мире и в другое время. Но их переживания могут быть схожи с переживаниями барлаков. Вот такие проекты, как «Фабрика кухни», когда это наконец возрождается, и тем более через современное искусство, это, конечно, труд такой, статистический, труд барлаков, в принципе. То есть тянуть это достаточно тяжело, но мне кажется, что люди потом возрадуются. Казалось бы, одна картина, а сколько возможностей для интерпретации. Поупражняться в поиске смыслов можно до 20 сентября, вход на выставку «Свободный». Что же касается будущего центра современного искусства, то пока не откроется основное здание «Фабрики кухни», здесь будут работать свободные творческие мастерские и резиденции. Еще несколько лет назад самарский детсад на улице Горной представлял собой унылую картину. Скоро все должно измениться. Новый детский сад, который сможет принять ребятишек из огромного частного сектора железнодорожного района. В проектировании прокладка новых водоводов, которые принесут качественную питьевую воду жителям Сухой Самарки. Капитальный ремонт четвертой очереди набережной, плюс еще одна комфортная территория для прогулок и досуга горожан. Это далеко не полный список расходов, на которые будут пущены субсидии, полученные Самарой из федеральных и региональных источников. Открыли мы осеннюю сессию досрочно. Это связано с тем, что нам необходимо было внести изменения в бюджет. Изменения достаточно серьезные. Если говорить о размере, мы перешагнули расходную часть в 25 миллиардов. В прошлом году она была чуть больше 23. Но, конечно, всегда важно не только количество денег огромное, а насколько эти деньги идут на решение наших общегородских проблем. Скорректированный бюджет, принятый на этой неделе депутатами Городской Думы, пополнился ощутимо. Объем бюджетных отигнований, направляемый к организации муниципальных программ города, увеличивается в 2014 году на сумму 1 миллиард 70 миллионов рублей и составит в бюджете 7 миллиардов 416 миллионов рублей. Благоустройство и коммунальное хозяйство. Наиболее острые проблемы города сосредоточены здесь. И существенная доля субсидированных средств будет направлена на их разрешение. За последнее время много туристических территорий города, вроде набережной, приведено в порядок. Но сколько улиц еще ждут в своей очереди? А отселение людей из ветхих избушек? Самая значительная сумма идет на переселение граждан из ветхого жилья. Это сумма более 400 миллионов рублей. И если вдуматься, какое огромное количество людей, наших с вами земляков, получит возможность жить в нормальных, комфортных, современных, достойных нашего города условиях. На сегодня субсидии из вышестоящих бюджетов дают, конечно, большой финансовый приток в городскую казну. Но и внутренние резервы города должны быть использованы на 100%. В числе таких перспективных источников пополнения бюджета – рынок наружной рекламы. Бюджет будет еще, я уверен, до конца года корректироваться. Вы знаете, что мы добавляем средства, в том числе связанные с успешным проведением конкурсных процедур, аукционов по рекламе. И уверен, эта работа еще принесет свои плоды. А уже сегодня поступление новых средств позволило открыть новые расходные статьи бюджета. К примеру, немалые суммы будут выделены на ремонт подвижного состава Самарского метрополитена. Подземка в нашем городе существует уже более четверти века. Понятно, что техника в возрасте всегда требует вложений. Без них трудно рассчитывать на надежность и безопасность. Конечно, для нас сложно находить эти средства. Но мы понимаем, что это необходимо. И те события, которые, к сожалению, происходили в Московском метрополитене совсем недавно, в других регионах, конечно, нас обязывают к вопросам безопасности транспорта и метрополитена. В особенности подходить очень и очень серьезно. Бюджетный процесс – работа, по сути, непрерывная. Ну а задача депутатов – быть рядом с избирателем и формировать объективный запрос горожан в отношении расходов городской казны. О новом виде интеллектуального спорта сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова